4, 3, 2, 1 Этого момента участники забега «Кольцо Победы» ждали с нетерпением. Тысячи людей совершенно разных организаций пришли сегодня на Площадь Свободы, чтобы отдать дань памяти павшим солдатам спортивным способом. Здесь не только профессионалы спортсмены, они таковые есть и будут бежать и сражаться чисто в спортивном плане, но и те, кто просто придут, пробегутся для здоровья, как бы дань уважения нашим предкам, тех, кто выиграл эту великую победу. По дистанциям все традиционно. Самые младшие из участников, юноши и девушки 10-14 лет, бегут отрезок 1 километр. Юноши и девушки 15-17 лет – 2, женщины – 5, мужчины – 10 километров. Старты взрослых были с кандикапом, форой по времени. То есть первым вышел на дистанцию старейший участник, остальные с отставанием по времени в зависимости от возраста. Почтенный бегунер раскрыл нам секрет о том, что нужно делать, чтобы в 72 года выйти на старт. Во-первых, водку не пить, много не курить и регулярно бегать. И все, я начал бегать в 50 лет, совершенно случайно познакомился. Материал про бегу Мила писал в «Алтайской правде». Он такой интересный человек, он меня увлек. Три раза пытался пробежать марафон. С четвертого раза только пробежал марафон сибирский, потом три раза московский. А что касается молодого поколения, у них перед стартом только положительные эмоции. Почему ты сегодня решил участвовать в забеге? Потому что я легкий атлет, собираюсь выиграть. Какой твой секрет успеха? Просто бежать, наверное. Просто бежать, не останавливаясь, да? Да. Почему ты сегодня находишься здесь? Потому что я хочу здесь пробежать, дать память нашим предкам, те, кто побеждали в Великой Отечественной войне. Почему именно ты должен сегодня победить? Ну, я хочу победить, потому что я с Ганьбы хочу доказать, что лучше всех. Ганьба вперед, да? Да. У Ганьбы не писаны правила. По словам организаторов, каждый год число участников только растет. Отметим, что после этого забега состоялся легкоатлетический пробег за нашу победу. В рамках Всероссийского дня бега «Динамо бежит». Так же, как и в победном забеге, в нем мог принять участие любой желающий. Дистанция – 10 километров. Самые быстрые получали денежные призы. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.